Замечено, что в последние несколько лет полюс очень сильно стал перемещаться, больше чем на 60 км в год. И напряженность магнитного поля, несмотря на то, что она маленькая, 0,5 РСТ, она тоже стала падать. И вот многие ученые высказывают мысль, не является ли это предвестником новой инверсии магнитного поля. И как это скажется на человеке, изменение магнитного поля инверсии, тоже не очень ясно. Вот что же происходит с этим довольно слабым магнитным полем, но которое обволакивает всю Землю кругом? Дело все в том, что у нас ведь есть на Земле два полюса. Один полюс географический, это как бы выход воображаемой оси вращения Земли на поверхность. А другой полюс магнитный, и они не совпадают. Магнитный полюс находится сейчас в Канаде, в районе Бофиновой Земли. Но вот в истории Земли были моменты, когда у нас поле перемагничивалось. Мы знаем Северный полюс, мы знаем Южный полюс. А вот были времена, когда они были наоборот. Вот на месте нынешнего Северного полюса находился Южный. Это все зависит от того, куда входят и где выходят силовые линии. Это называется инверсией магнитного поля. Так вот, последняя инверсия магнитного поля была примерно полтора миллиона лет тому назад. И Северный полюс, как и, кстати, географический полюс, они тоже не находятся на месте. Они все время мигрируют. Особенно магнитный полюс. И вот за какое время, это никто не знает. И причины его не знают тоже. Но, тем не менее, этот процесс, если он произойдет на этапе жизни человека, он так просто пройти не может. Ведь даже все птицы, они все летят по магнитным линиям. Они летят на юг. У них в мозговой части и в глазах есть так называемый криптохромовый компас. Ну, в общем, это известная вещь. А вот Земля, она сама, она же реагирует на влияние. На влияние Солнца. И особенно на влияние Луны. Мало того, атмосфера влияет на Землю. И вся Земля, вот имея ось земную, ось, ось колеблется. Она делает такой конус, ну, за 26 тысяч лет. Это называется прецессия. А кроме того, есть более мелкие колебания, так называемые Чандлеровские колебания. Вот вокруг этого конуса, вот если мы возьмем, то еще такие мелкие колебания идут. И это все связано с воздействием Луны, с воздействием Солнца и других планет. Вот Земля не может быть отдельно от них. Она находится под влиянием всего этого. И особенно сильное влияние оказывает Луна. Ведь Земля-то и Луна, это как гантелька одна, понимаете. Одна часть вот большая, другая маленькая. И вращается эта гантелька вокруг так называемого барицентра. Примерно 4600 километров от центра Земли. Внутри Земли находится этот барицентр. Так вот, и Земля, и Луна вращаются вокруг барицентра. А барицентр ходит по орбите Земли, вокруг Солнца. Поэтому это движение очень сложное. И вот разница в таком влиянии, она и сказывается на Земле. Вот образование Луны сейчас, наиболее предположительная идея образования Луны, что на заре где-то 4-3-4-4 миллиарда лет назад на молодую Землю что-то стукнуло в нее размером с Марс. И выбило Луну. Это идеи Хартмана и Дэвиса, они наиболее распространенные. Вот все дело в том, что когда Луна была ближе к Земле, ее гравитационное воздействие на Землю было больше. Луна удаляется от нас сейчас все время. Но тогда было больше. И по Земле, по твердой Земле еще, первичной Земле, ходили волны. Они должны были ходить, и они были большие. И тогда были приливы твердые. По Земле ходили, по-видимому, высокие твердые волны. Мы с вами сейчас ежедневно два раза в сутки поднимаемся на 40 сантиметров на нашей широте и опускаемся. В океане это будут приливные волны, а мы только вверх и вниз. Нефтяные месторождения в карбонатных коллекторах, в известняках, вот скажем, в Оренбурге, они дважды в сутки меняют дебет свой. Меньше и больше. Вот трещины закрываются, и трещины приоткрываются. Благодаря влиянию Луны. Так что Луна на нас влияет очень сильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова